Книга «Открытым оком», тема «Мусульманство», 18 том, вопрос 3225. Ссылается ли писатель Корана на жития святых? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть и такие случаи. Автор Корана, якобы Магомед, или еще кто, записывал все, что услышал. И, конечно же, многое далеко от того, что было в действительности. Многое добавлял сам, выдумывая, выдавая, как откровение свыше. Убедитесь в этом сами. Коран, 18 сура, 19 аят. Итак, мы воскресили их, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал, сколько вы пробыли? Они сказали, пробыли мы день или часть дня. Они сказали, Господь вас лучше знает, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас с этими вашими деньгами в город. Пусть он посмотрит, у кого чище пища, и придет к вам с пропитанием от него. Но пусть действует осторожно и не дает знать о вас никому. 25 аят. И оставались они в пещере свои 300 лет, и прибавили еще 9 лет. Это мы читаем в Коране. А вот, как описано в житиях святых за 4 августа, о семи отроках, уснувших в пещере сном необычным. Событие было около 250-го, 50-го года, и отроки спали до 450-го года. Цитирую. Иисус Христос, владыка жизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного Лазаря, Иоанн 11, глава 39 стих, и 43 по 44 стих, воздвиг уже много лет спавших около 200 и 7 святых отроков. По его божественному велению, святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Приближившись к продавцу хлебов, он вывал сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб, и остановился, ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Выходит, и через 150 лет событие в Эфесе было известно в Аравии, и оно поразило воображение молодого приказчика, ставшего впоследствии как бы автором всемирно известной книги, в которую его последователи занесли слышный им некогда рассказ о воскресших. Евреям 11 глава 19 стих Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предназнаменовании. Евреям 11 глава 35 стих Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Стихотворение Прощальное письмо, как завещание Глоток воды последний и ненужный На выход, за спиной рюкзак с вещами Сегодня без меня разносит ужин Мне эта жизнь досталась не из легких Страдал и падал, подтверждая опыт Преднареченного не изменить, хоть лопни И в богачи не вылез, не просыхав от пота Смотрю на настоящее нездешнее Потустороннее пытаюсь разобрать Боль сердца постепенно разжимает клешни И вижу будущее больше, чем Сократ Что между смертью и кончиной века Меня охватывать волнением не может Оно не за чужою гробовою стенкою Мое сегодняшнее трогает до дрожи Когда смотрю чужие черепа В музеях, в косницах охонских подземелий Какой прибой их утлый челн трепал Под килем, как вдруг оказалось мелко Не одинаковые их смертные часы Душа на выходе пусть прошлое зирала Кто утверждал из них, что этой жизнью сыт Снимая ограждение и забрала Им никакой нужды теперь до тела И сами где они, где их душа В последний раз вот так же осмотрела Все поприще свое, едва дыша О празднествах кто думает На полигонах кладбищ Все одинаково тлен поглотит земля Червям пойдет, что нежно ныне гладишь Не приукрашивай ту скорбь, не умоляй Но зная Бога, любящего тварь Перешагну ров разделения с жизнью Умрем мы все, как говорили в старь С Христом вкушаю встречу, а не тризну 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин